Приветствую вас, друзья мои! Начну сегодняшнее видео со слов благодарности за вкусный подарок из горного городка Аджерола. Фарид, огромное тебе спасибо за столь вкусный подарок! Аджерола граничит Спазитано и Амальфи, городок с древней историей, а местные жители сумели сохранить традиции приготовления сыров. И сейчас этот городок славится молочными деликатесами, которые изготавливают в самом сердце Амальфитанского побережья. Фьердилатте, Провола Афумигатте, Рикотте. Если вы большой ценитель сыров и планируете поездку на Амальфитанское побережье, то я советую вам заехать в этот городок, чтобы по достоинству оценить сыры этого региона. Сегодня я приглашаю вас съездить в городок Анцио. В 6.40 идет электричка с вокзала Термине до Анцио. Время в пути 1 час 10 минут. Цена путешествия в одну сторону стоит 3 евро 60. Ссылку на сайт, где можно посмотреть расписание поездов, я оставлю под видео. Также туда можно доехать и на автобусе. Они ходят с автостанцией Лаурентино по маршруту Рома Ниттуно и с автостанцией Анонина. Время в пути чуть больше, чем на электричке, и есть возможность попасть в пробку. На электричке все-таки надежнее. Ниттуно – это конечная остановка маршрута. Городок Ниттуно находится рядом с Анцио. Доехав до Анцио на автобусе или электричке, идти пешком до моря придется не более 10 минут. Дорога прямая и потеряться невозможно. Если вы приехали в Рим на несколько дней, и вам хочется подышать морским воздухом, искупаться или позагорать, можно приехать в Анцио на целый день. А можно с Анцио на пароме добраться до острова Понца и целый день провести там. Остров очень красивый и считается одним из излюбленных мест отдыха итальянцев. Он не так раскручен, как остров Капри или Иския, и тем лучше, меньше народу. Паромы ходят туда с 12 июня по 16 сентября. Цена билета – 23 евро. Море в Анцио чистое, но чтобы поплавать, придется отойти подальше от берега. Каждое утро пляжи чистят и убирают. Есть пляжи платные и бесплатные. На каждом есть туалеты, душевые, кабинки для переодевания, а поблизости расположены рестораны, где можно не только плотно пообедать и поужинать, но и просто перекусить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Городоканцио небольшой. Достопримечательностей не так много, с ними можно познакомиться за один день. Это побережье не так живописно, как Амальфи. На этих берегах римляне обычно отдыхают в выходные дни. Здесь почти нет туристов, поэтому городок тихий и спокойный. Посмотрев это видео, может, кому-нибудь придет идея снять здесь домик или заказать номер в отеле и чередовать отдых на море с прогулками по Риму. Вы только представьте, вечером вы возвращаетесь из шумного города к морю и ужинаете в ресторанчике с живописным видом на море. Вся береговая линия этого города усеяна ресторанчиками. По легенде, городок Анцио был основан Атеем, сыном Одиссея и колдуньей Церцеи. Еще в древние времена Анцио называли процветающим торговым центром. Гавань находилась в удобном месте и была защищена от ветров и шторма. Было время, когда морскую гавань облюбовали пираты для своих кораблей. Здесь они отдыхали между набегами. А в период Римской Республики Анцио стал популярнейшим местом отдыха богатых римских патрициев. Говорят, что во времена империи Анцио, так называли этот город, соперничал с помпеями по количеству роскошных вилл и богатых римлян. Город был законодателем блеска и роскоши. Здесь строились дворцы. На побережье возвышались дворцы с отделкой из мрамора. Это были дворцы античного философа Цицерона, который писал «Я предпочитаю Анцио Риму», Октавиана Августа, первого римского императора. Здесь родился Каллигула, отличившийся в истории буйным нравом и неуравновешенной психикой, и Нерон. Император Нерон построил здесь первый морской порт. При его власти был возведен огромный дворец, украшенный мраморными статуями. Найденные при раскопках статуи до сих пор поражают своей красотой. Эти скульптуры известны всем. Они сейчас находятся в Лувре, в музеях Ватикана, Капиталистском музее и Палаццо Массимо в Риме. А это все, что осталось от виллы дворцов. Как всегда были взлеты и падения. После нападения на город царацинов, кочующего племени, город был разграблен и заброшен. Люди из этого городка переселились туда, где сейчас находится городок Нектуну. Так приятно провести день на море, когда понимаешь, что лето заканчивается. Это видео я снимала в последние дни августа. Покажу вам немного местные достопримечательности, ресторанчики и прекрасные виды на море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И здесь очень хорошо видны остатки от виллы Нейрона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Центральная площадь города Фонтан в центре церковь, вокруг много баров и магазинов. Местные жители городка утро проводят в барах, неспешно завтракают, общаются и планируют свой день. Возрождение города начинается только в 17 веке, когда папский двор выбрал Ансио местом для отдыха. Римские папы заменили императоров и начали строительство своих вилл. Мы идем на виллу Адели, где сейчас находится музей. Мудрый папа Климент VIII в 17 веке принял решение построить грандиозную виллу в маленьком городке Ансио, который в то время тонул в нищете. В Ансио несколько музеев, и все они бесплатные. Но оригиналы скульптур, найденные при раскопках, вы здесь не увидите. Они находятся в музеях с большим потоком туристов. А здесь выставлены только копии. Это напольная мозаика с виллы Нерона. Она отреставрирована материалом, который нашли при раскопках рядом с мозаикой. Оригинал скульптуры девушки из Ансио находится в Палаццо Массимо в Риме. В музее, который расположен рядом с вокзалом Термени. Статуя была найдена в 1878 году на вилле Нерона. Она была сделана из двух разных видов греческого мрамора – голова и плечо, и платье. Видите разницу? Чуть приподнятая юбка, чтобы не споткнуться. В руках девушка держит поднос, на котором находится свиток, и лавровая ветвь, от которой мало что осталось. Лавровая ветвь, конечно же, имеет значение, поскольку это растение было священным. Сейчас это не только музейный экспонат, это еще и визитная карточка города Ансио. Куда бы мы ни заходили, везде нас встречала копия скульптуры девушки из Ансио. А здесь нам рассказывают, что по ногам можно определить, что скульптура греческая. Второй палец длиннее первого. Это символ красоты греческой скульптуры. Небольшой, но очень интересный музей. Если будете в городке Ансио, обязательно зайдите сюда. Эта замечательная мозаика тоже была найдена при раскопках. Посмотрите, как хорошо она сохранилась. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Разные по форме амфоры. Амфора – это такой сосуд из глины, в котором раньше хранили вино и масло. ПЕСНЯ Нам показывают фреску, у которой очень хорошо сохранился цвет. Сама фреска уцелела частично, но цвет остался ярким и насыщенным. И, конечно же, при раскопках были найдены деньги. Коллекцию античных монет можно рассмотреть с двух сторон. На них изображены портреты императоров. На территории виллы находится небольшой парк, где можно просто отдохнуть. На землях Ансио были построены аристократические особняки, такие, как, например, вилла Адели XVI век, вилла Альбани, вилла Сарсина XVIII век. Мягкие зимы, таинственные очарования, нетронутая дикая природа и море привлекли многих кардиналов и пап приехать в Ансио. Были построены новые виллы и написана еще одна страница истории. Эти три виллы, конечно же, изменили облик города. Например, на вилле Адели XVI века находятся сейчас два музея – археологический и военный, библиотека и прекрасный парк. На вилле Альбани XVIII века находится городская поликлиника. Вилла Сарсина XVIII века была недавно отреставрирована. Ее реставрировали около пяти лет и после реставрации передали городской администрации. Она также открыта и для туристов, осмотреть ее может любой желающий и совершенно бесплатно. Вот такие виды открываются с виллы, а там за деревьями уже море. Давайте зайдем внутрь виллы и посмотрим, где проходит заседание городской администрации городка Ансио. Так вилла выглядела в XVIII веке. На вилле два зала для заседаний. Этот находится на первом этаже. Этот зал находится на втором этаже. Он намного больше первого. Посмотрите, какие великолепные фрески на потолке. КОНЕЦ Небольшой перекус и опять в дорогу. Кальмары и креветки во фритюре. Это очень вкусно! На этом наше путешествие одного дня в городок Ансио заканчивается. Городок небольшой, но очень милый. Я показала вам почти все главные достопримечательности. Но самое прекрасное здесь все-таки море и свежий воздух. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал комментариями. И огромное спасибо тем, кто присылает денежные переводы на Paypal за проделанную работу и на развитие канала. Огромное вам всем спасибо! Значит, будут новые видео не только о Риме, но и о других городах Италии. Следующее видео уже будет о городке Орбието, который находится в регионе Умбрия. До новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok